Всем привет! С вами ЛФТЛ и новости кино. Сэм Рэйми посетил офис Skydance Productions и ознакомился со сценарием. Хотя детали под грифом «Сверхсекретно» все же удалось раскопать, что сам сценарий написан авторами лент «Ученик Чародея» и «Принц Персии Пески Времени». Добавлю, Skydance Productions разрабатывает этот проект в течение ряда лет. К этому проекту ранее присматривались агенты Джонни Деппа, пророчивая его на главную роль еще в 2013 году. Пока что Skydance не установил дату начала съемок и уж тем более дату выпуска фильма. Добавлю, что съемки на трех студиях были приурочены к неким новым шокирующим научным данным о феномене Бермудского треугольника. Найт Шьямалан занят перезагрузкой на одном из кабельных каналов франшизы «Байки из склепа». Ранее он сказал, что новые истории будут на самую разнообразную тематику, но объединенную тем, что все это будет происходить в наше время. Шьямалан рассказал о страшных и запретных темах, которые его всегда волновали в детстве и которые бы он хотел показать в новом сериале. Также он отметил, что будет задана высокая планка качества к каждому эпизоду. Самое главное, он подтвердил наличие в сериале «Хранителя склепа». Отмечу, единственная проблема, почему сериал еще не выпустил пилотный эпизод, это вопрос прав, который заставил канал взять паузу в этой истории. Напомню, еще в конце 2016 года было анонсировано 10 эпизодов новой антологии «Байки из склепа» на основе оригинальных комиксов, но первым апперкотом для телеканала было повышение гонорара Найта Шьямалана, так как его фильм «Сплит» бил все кассовые рекорды. Будем следить за новостями и ждать выхода первого эпизода. «Вертикал Пикчерс» выпустит в прокат постапокалиптический фильм ужасов про зомби режиссера Рода Блехарста. Лента называется «Тут одна». По сюжету на окраине Нью-Йорка молодая девушка по имени Энн пытается в одиночестве выжить после того, как непонятная пандемия начала косить человечество. Пища в округе становится все меньше и меньше, а кругом рыщут инфицированные существа, бывшие когда-то людьми. Энн прячется в лесу, где более-менее безопасно. Вскоре девушка решается на отчаянное путешествие в соседний город. По пути она встретит девочку-подростка и ее отца. Фильм получил лесные отзывы от критиков и зрителей, в том числе и на фестивале фильмов ужасов Брюса Кэмпбелла. В ленте заняты малоизвестные актеры. Над гримом зомби и спецэффектами работал специалист, ранее делавший подобную работу в экранизации игры ужасов «Дэд Райзинг». В Детройте заканчивается создание статуи робота-полицейского. Создатели бронзовой копии оригинального робокопа ставят последние штрихи на статую, которая в скором времени может назвать Детройт своим домом. Как сказал Брэндон Уолли, который начал компанию на Kickstarter 6 лет назад, чтобы финансировать статую, «Нам осталось хорошенько отполировать его и сделать последние штрихи». Уолли рассказал, что идея родилась из легкомысленного твитта случайного человека, чтобы тогдашний мэр города Дэйв Бинг установил статую робокопа, которая сможет надрать задницу статуи Рокки в Филадельфии. Мэр Дэйв Бинг ответил на твит, что пока не планирует вставить памятник робокопу в городе Детройт. И тут Уолли осенило, что Детройт, показанный в фильме, был словно метафора для США, которой вели в то время войну с наркотиками. И вот как итог. Шесть лет спустя более 50 тысяч долларов в виде пожертвований от поклонников во всем мире. Статуя почти готова, однако робокоп еще не имеет места будущей установки. Уолли отметил, что он ведет переговоры с городскими чиновниками и многими другими организациями о месте установки. Как сказал Брэндон Уолли, «Нашим приоритетом является то, чтобы он находился в безопасном месте, и чтобы публика имела свободный доступ к робокопу». На этом пока все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!